Продолжается первенство Томской ночной хоккейной лиги ТНХЛ. В этих любительских соревнованиях в суровый бой ведут 18 ледовых дружин. Основная часть это городские команды, впрочем, в деревнях и селах хоккей любят не меньше. Другое дело, что условий для игры там меньше, чем в городе. Тем не менее, в соревнованиях ночной лиги представлены сельские команды из Богошова, Копылова, Кожевникова. С вводом в эксплуатацию ледовой арены многофункционального спорткомплекса Академия Спорта выходим в городке на проспекте Развитие 7, стало проще играть представителям Томского сельского района. Копылова же здесь недалеко? Да, конечно, удобно. Практически шаговая доступность. Молодец, дусь! Молодец! Пригород, поэтому мы много ездим и на игры, и на тренировки. Это все правильно, это все здорово, это в тему, это все нужно. Как здешний лед вам? Лед хороший, и глаз сегодня у меня плохая. Самокритичный Алексей Широков из команды Копылова хоккеем профессионально никогда не занимался. Но в мире профессионального спорта он хорошо известен, причем далеко за пределами страны. Алексей – президент Федерации рафтинга России, тренер, покоритель бурной воды. Когда-то в свое время все, кто занимался на бурной воде гребли, использовали только хоккейные шлемы. Других не производили, поэтому все знакомо. То есть он привычен, да? Шлем привычен, ракушка наоборот, и трусы непривычны. Но это очень нужная вещь. Но в руке все-таки у вас не весло, а клюшка. Трудно перестраиваться с одного на другое? На самом деле все очень разное. Трудно учиться всему. Трудно учиться хоккею. Хоккей очень сложный спорт. Здесь, кстати, у вас тоже вода, только замерзшая. Вода замерзшая, жесткая, суровая, тяжелая. Поэтому... Ее тоже покорить, как и бурную воду, где легко, да? Не просто, да. Она жестче встречает, если... А так, похоже. Воспитанники Алексея Широкова не раз становились триумфаторами турниров на бурной воде и в Европе, и в Австралии, и в Южной Америке. Некоторые из них сейчас также играют в хоккей вместе со своими земляками из Копылова. Вот, например, чемпион Европы и мира среди юниоров Артем Харахордин. На замерзшей воде ледовой арене у ребят задачи, конечно же, не такие амбициозные, как на воде бурной. Интерес есть забить шайбу, забить красивый гол, партнеров почувствовать, поиграть в пас, ну, конечно, победить. Ну, если не удается, то удовольствие все равно никто не отменял, да, даже если проиграли. Ну, конечно, в основном для себя же катаемся, тренируемся, поддерживаем физическую форму. Поддержать физическую форму, научиться кататься на коньках, как отметил главный судья Томской ночной хоккейной лиги, заместитель директора ледовой арены Академии спорта Эдуард Струнцов, многим не повредит. И все, кто хочет научиться в хоккее играть, и не только в хоккее, а заняться фигурным катанием, или просто научиться кататься на коньках, милости просим к нам. Ну, а регулярное первенство Томской ночной хоккейной лиги продолжается. Первый этап соревнований завершился, но все самое интересное еще впереди. 17 февраля стартует второй этап. На игры, которые проходят в Академии спорта и на ледовой арене «Кристалл» приглашаются болельщики.